Приветствую вас. То, что вы описываете по внешнему виду, представляется навязчивостью, ну, механизмом навязчивости у вас. Вот. Причём механизм этот навязчивости возник, я так понял, полгода назад. До этого у вас, я так понимаю, не было ничего такого, ничего подобного. Вот, значит, первое, с чего нужно начать, это посмотреть, что случилось именно полгода назад. Это первое. Второе. Значит, смотрите, механизм навязчивости, с одной стороны, это родительское, условно говоря, прописание. То есть, это установка, которая, грубо говоря, заставляет вас как-то вот действовать, заставляет вас делать что-то даже вот против объективно своей воли. Вот. Против объективно своих, значит, желаний каких-то. Вот. И, соответственно, вы здесь, получается, не свободны. То есть, в данном случае, ну, можно, наверное, говорить о том, что вам необходимо помочь, вам необходимо помочь освободиться от этой установки, вот, потому что она негативно на вас влияет, вот, и доставляет вам крайне много неудобств. Это, с одной стороны, с одной стороны. С другой стороны, механизм навязчивости связан с вашими собственными желаниями, то есть, вы сами для чего-то пытаетесь так поступать, ну, вот, так как поступаете, собственно говоря. То есть, то есть, закрывающая дверь, там, шкафа, да, и так далее. То есть, это, опять же, вот тут есть какая-то ваша выгода, вы что-то для себя получаете. Возможно, вы таким образом боретесь, например, с механизмом тревожности, который у вас имеется, возможно, возможно, есть какой-то ещё предмет, то есть, возможно, есть ещё какие-то основания, почему вы ведёте себя именно так, и почему вы пытаетесь, чтобы всё было, чтобы всё было обязательно вот в такой системе. Ну, вот. Вы реально вы пытаетесь себя обезопасить, вы реально вы пытаетесь всё сделать так, чтобы чувствовать себя, относительно хорошо, чувствовать себя относительно защищённым. что я сказать, вот, тоже, по-моему, может вас мотивировать на подобное поведение, но это, опять же, нужно смотреть, это, опять же, нужно подтверждать, это, опять же, нужно исследовать. А далее вы пишете, значит, я буду об этом думать, думать, да, вот, это, конечно, очень важно, то есть, что вы будете думать, в каком ключе и так далее. Я могу совершенно точно сказать, что освободиться от подобного, ни много ни мало насилия по отношению к себе можно и нужно, вот, в этом мы можем вам помочь, если вы позволите нам, конечно, это сделать, если вы реально обратитесь за помощью, да, и рассказывайте нам подробно свою историю, потому что такие вещи редко возникают на пустом ровном месте, в этом вам можно помочь. Как, в принципе, вам можно помочь и с лучшим пониманием себя, как вам можно помочь с лучшим осознанием своих, чувств, своих желаний и соответственно их реализации, вот, в дальнейшем. я думаю, так, в принципе, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Вы пишите, что подобная история началась полгода назад, правда, не очень понятно, по поводу чего конкретно вы имеете в виду полгода, то есть вы говорите здесь о отношении к шкафу или обо всём. Это, конечно, довольно важное уточнение. Было бы здорово, если бы вы обратили бы на него внимание, вот, но тем не менее, полгода что-то получилось, такое, что начало вас выводить из привычного состояния, да, и, соответственно, привело вас сюда, к нам на ресурс. Вы можете, в принципе, самостоятельно почитать про механизм навязчивости, вот, хоть я не рекомендую этого делать, но вы можете почитать, вот. и, соответственно, для себя определить, соответственно, для себя выделить, уже после этого, может быть, лучше понимать, что с вами происходит, обращаться к психологу и работать. Как правило, как правило, за навязчивостью есть, ну, другие причины, другие проблемы. Тут тоже важна готовность ваша, к примеру, их решат. Ну, пока-то так. Вы пишите, Мирослав, значит, что делает, и вы пишите, что вас раздражают предметы, которые лежат неровно. Вот я это интерпретирую, знаете, как сопротивление спонтанности. Я это интерпретирую именно в таком контексте. Но, поясню вам сейчас почему, почему так. Дело в том, что вы, вот, склонны к построению, видимо, системы, да, склонны, склонны, видимо, к построению таких вот закрытых пространств, где все, в общем, предельно ясно, да, предельно четко, предельно понятно и так далее. И когда что-то выбивается из стройной картины, из стройной системы, вас это уже пробегает раздражение и страх. Почему раздражение? Потому что страх. Возникает именно, это именно страх, это именно страх, это именно вот, такой страх перед тем, что, ну, может быть, может быть, вот. История-то какая, что вы боитесь, вы боитесь, вы боитесь вот этой вот, собственно, спонтанности, которая может иметь место быть. Вот. И мне представляется здесь очень важным, что вы себе подавляете чувства своей интуиции, вот. Свои желания подавляете. Все это подавляется вам, вот. Значит, в угоду господства разума, в угоду господства интеллекта, в угоду господства системе. Вот. А оно чувствует, что вы себе вносите запрет. Вот. Ну, что, собственно, и приводит, в общем, к негативной такой вот реакции, там, что спонтанность жизни нужна, чувства жизни нужны, а вы их заменяете системой. Вот. Вот. Это вы себе не доверяете, видимо. Вот. А без этого, без этого выстроить отношения с другими, с другими, да, и с самой вот собой, ну, это невозможно. Вот, в принципе, то, что я помогу вам ответить, пока что здесь и сейчас. Надеюсь, что это было для вас полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А, если у вас остались вопросы дополнительные, а также появилось желание работать, получить психотерапию, да, то обращайтесь за помощью, вот, тоже в личку, буду рад вам помочь. А пока что желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok